Трем подписчикам и гостям, я Джетли, и я наконец-то вернулась в город. Единственный минус, который у меня был таким весомым, это то, что я ничего не смогла записать. Вот, бывает. Некоторые люди, если они всё-таки меня спрашивали по поводу таблеток, то есть не боюсь ли я посадить печень, желудок, там, тры-пры и все дела. И вот как раз для тех людей, которые спрашивали о вреде, собственно говоря, внутренним органам, я скажу, что в принципе, да, не вредят. Вот у меня начала болеть печень от этой пирозины, которую мне наконец-то убрали, там, 2-3 недели назад. И когда я его ела, у меня жутко начинала болеть печень, поэтому мы решили проблему. Поверь, я им вот корсил от печени, а кроме печени ничего не болело от лекарств. Сейчас мне назначили, помимо моего постоянного корректора, это Безак, он же Циклодол. Просто таблеточки разного размера, то есть у Безака они вот, ну, так, средние, у Циклодола, они очень-очень маленькие, вот. Также мне назначили лекарства от печальки, которые приходят ко мне по вечерам. Не скажу, как она называется, потому что надо искать от неё упаковочку. В общем, это такие таблетки, которые, ну, мне сказали пробовать с целой. Если эта доза для меня будет большая, то брать половинку, если маленькая, то наращивать до двух таблеток за раз. И у меня убрали солианы, я не особо помню, какой эффект от него был, но я помню, что, по-моему, тоже были какие-то отголоски в печени. Теперь же, на самом деле, у меня весьма большой запас таблеток, например, как Финни Бут, это от Тремора было. Да, я помню, что я его принимала от Тремора, и у меня теперь его очень много. Я не знаю, что я буду делать, я, наверное, его обратно врачу отдам. И сейчас я ем Серафель. Покажу сейчас, как он выглядит. Да, это же Серафель, да? Да, это Серафель. Серафель выглядит вот так вот. Это, опять же, небольшая желтая таблетка, которую нельзя разделять. На ней нету этой выемки. Вот. И так как это вот эти таблеточки по 100 грамм, мне их назначали 2 таблетки в день, и принимала их перед сном, через 20 минут меня просто вырубала. вырубала, и я спала комом, если я их принимала 12, я спала до часу. То есть как-то вот так вот они удлиняются. Вот. И из-за того, что меня так вырубает, мне Серафель Пролонг назначили. Это то же самое, но таблетка, вот такая вот таблетка, она включает в себя 200 миллиграмм активного вещества. И из-за названия, как раз таки, из-за того, что она действует долго, то есть Пролонг, она действует сутки. То есть мне надо в одно и то же время есть эту таблетку, чтобы она, как бы, ну, устаканилась, в принципе, чтобы мой организм к ней привык и не стал меня так отключать. Однако, с нее меня не вырубают. Не вырубают в течение часа. Ее надо принимать за час до еды. Но сон от нее гораздо, ну, стал гораздо длиннее, и мне говорят, что я так отчаянно сплю, как будто сплю в последний раз. Это правда. И я думаю, что ее надо попробовать выпить либо днем, либо утром. Потому что, возможно, она не будет так отключать, как наш минимальный вариант по 100 грамм. Вот. И я смогу, ну, вот, до 300 нарастить. То есть утром я буду есть по 200 грамм, а вечером перед сном по 100 грамм. И меня, скорее всего, да. Скорее всего, да. И меня тогда, скорее всего, скажем так, отпустят. Сон не будет таким долгим. И я была бы просто счастлива, если бы он, ну, сон нормализовался. Я бы засыпала там в 10-11 и просыпалась в 8. Это было бы просто великолепно. В общем, лекарства эти, если и бьют, то, если бьют по каким-то внутренним органам, то это по печени. Это исправляет все корсил. Ну, его надо просто постоянно пить, каждый день перед приемом пищи. Вот. И, собственно говоря, если бы он, нет, если бы они лекарства давали давление на какой-то еще орган, у меня бы это все чувствовалось. Потому что не так больной желудок, гастрит, панкреатит. Ну, в общем, такие дела. Еще бы задали очень-очень много вопросов на АСКИ. Это, наверное, было в то время, когда я отсутствовала и не могла зайти на АСКИ. В общем, на некоторые вопросы я отвечу там, вот именно в программе АСКИ. В приложении. А вопросы, которые будут интересными для меня, то есть, которые я смогу... Ответ на который будет достаточно развернутым, я, наверное, включу в следующее видео. Либо вы можете проголосовать в группе ВКонтакте. Там есть опросик, я его скину в описании. Какое видео снимать в следующем? Потому что у меня приехали некоторые материалы, и я могу взять свою любимую старую одежду, которая уже внешне, скажем так, уже некрасиво, заношена. И можем ее в следующем видео, короче, попробовать переделать. Вот что-то более интересное, там, починить кеды, допустим. Можно их еще немножко приукрасить. Ну вот. Либо ответы на вопросы будут, либо что-нибудь еще вы можете оставить свой вариант ответа в комментариях. Можете, в принципе, и тут на ютубе в комментариях оставить, потому что я все равно это все прочитаю и отвечу. Сейчас я с вами вынуждена попрощаться, но я надеюсь, ненадолго. Спасибо за поддержку, за то, что мне пишете сообщения. Это очень здорово. Я очень рада, что у меня есть такие подписчики и такие люди, которые могут поддержать. Спасибо вам большое. И я надеюсь, что у вас все хорошо, что вы хорошо проводите это лето. И потом вы об этом жалеть не будете. И всем пока! Вот, а еще мне дали еще одну пачку циклодола, пизака и две прекрасные коробочки с галапиридолом. И нет, от этого я овощи не стану.